Все, стартует наш Верн, ну хоть что-то. В этот момент Дракона пытается сделать у нас Шай. Шай отходит от этого Дрейка. Хочется его добить, а может быть и не добивать. Такой думает над этим. У него есть телепорт, он может прилететь к своей команде. Да пока просто делает Дракона. Булан с другой стороны будет делать инициацию. Выцеливает потихонечку. Руки тоже выцеливает свою инициацию. У Нинго есть Флэш. Никак Грагас не может их здесь откинуть. Сех, пошла инициация. Проигрывает Смайд войну. Но пошла инициация. Минус, надо делать Мату мгновенно. Это происходит озердеть. Шай прилетел, Смэп тоже прилетел. Смэп дает Флэш ульту по четырем игрокам. Надо, чтобы Юкал наносил урон. Он расставил своих солдат. Но что творит у нас Фиора? Зарабатывает килл для своей команды. И в этот момент понимает команда, что Фиору нельзя было оставлять живым. Грагас молодец. Убил игроков. Но Нашор не поможет. Продавливает КТ, пока есть Нашор. Только с ним они могут двигаться вперед. Как только Нашор закончил, начнутся проблемы. Джеки Лоу не откатилась еще ульта. У Райкана ульта откатилась. Хороший момент, чтобы сделать врыв. Тем временем Фиора очень глубоко заходит на Ирелию. И предлагает сыграть 4 на 4 здесь и 1 на 1 снизу. Ну что ж, интересно. Булан тратит ульту. В этот момент Фиора делает инициацию по Смэпу. Смэп начинает с ней сражаться. Минга большие неприятности. Он остается в живых. Руки дает ульту. Попадает под проказ. Есть у него Жоня. В этот момент Смэп. Я буду за Смэпом следить. Это важнее. Он пытается попрыгать по крипам. Но кончаются крипы. Смэп умирает эта картина Энджелла. Наверху что же происходит? Не выигрывают КТ это сражение 4 на 4. Это, ребят, скорее всего, ГГВП. Потому что Ирели ничего другого не может придумать, как лететь к своей команде. И этим она выигрывает сражение. Но Фиора будет заканчивать здесь. Она быстрее это сделает. Руки надо просто жертвовать собой. Выигрывать время для своей команды. Шай бьет. Шай старается. Шай не успевает. Не успевает Шай добить. Подождите. КТ выиграли. КТ выиграли. Шай не успевает добить. 4 на 4. С нашор бафом они победили. 1 на 1. Он убил Ирелю. Но решил ее не добивать. А пойти заканчивать. Потому что если она подойдет, он ее убьет. Он так думал. Но она не пошла к нему. Она просто полетела наверх. И стала плюс 1 игрок там. И в 4 на 4 они выиграли. Попытка поймать Вандера. Он тут же прыгает через стенку. Они потеряли на него контроль. Но тут Карса. Карса находит Вандера. Вандер делает прыжок. Пытается через еще один прыжок уйти. Флэшается. Там находит Пинга. Замедляет Пинга. Первый килл. Второй килл. Они оба прыгнули. Просто покормить Акалий на ровном месте. Дарят киллы. Команда Royal Never Give Up. В кустиках его перехватили. Убежать он не рискнул через флэш. Решил остаться. Теперь еще и Паркса ловит. Он дает ульту. Но там Шен. Прыжочек, прыжочек. Прыжочек, прыжочек. Грагас дисенгейдж. Помогает Шену сюда приблизиться. Варус дает неплохую ульту. Можно побить. А можно и отступить. Прилетает, потому что сюда Джауху вводит. Выцеливает. Кого спасать? Карсу можно добить. Хороший стан. Прыжочек минус Люсан. Люсан умер. Он умер. Король умер. Можно добивать. Конечно же идти дальше. Чего бояться-то? Боже ты мой. У вас Паркса и Хярнон все еще живы. Они могут стрелять. Но бояться идти. Паркс ждут телепорта. Вот чего они ждали. Акали летит. Финишит. Акали здесь. Инициация идет по Ирелле. Ирелле убивает еще одного Александру. Еще можно убить Карсу. Карс остается все же в живых очень долго. Но Вандер его добивает. Хярнон справляется таки с Шеном. И команда G2. Убили короля. И можно после этого разбирать его этих. Как это? Свиту. Свита короля не справляется без него. Но куда там? Командующий умер. Все. Хотя может они сейчас хотят это организовать. Таунт. Янкоз здесь. Янкоз будет выключать свет. И полетит в кого? Летят в Жалху. Флэш. Таунт. Подкидывание. Убийство. За команды G2. Более того. Паркс хватает на цепь еще Карсу. Карс отфлэшивается. Остается в живых. И будет гоняться за Парксом. Который под ускорение убегает. Янкоза ловит. Ему нужно убежать. Пузатик его цепляет. Янкоз разворачивается. Задует автоатаку. Накидывает вверх. Вверх срабатывает. Как же Янкоз классно сыграл? Подходит Вадид. Который проглотит Янкоза. Безопасное место. Это, ребят. Ротик Вадид. Ротик Вадид. Самое безопасное место на карте. Говорит Янкоз. Залезает в него с удовольствием. Может быть Каин с ней справится. Интересная война. Он здесь пытается ворваться в... Это Узи, да? Это Узи. Это Узи. Опять король умер. Янкоз его убивает почти соло. Паркс в этот момент устраивает Тауэрдайв по карте. Бышка, правда, умерла. Лэтми сюда прилетает на телепорте. И догорает отогнает Аталия. Даже раньше это произошло, чем я вам сказал. К сожалению, для команды G2 нет никаких объектов, чтобы забрать. Чтобы заснуболить дальше еще свое преимущество. А Северка спрашивает. Я вам нужна или как? Они говорят. Да пошла ты, Север. Оставайся там, где есть. Ротика Вадид. Опять спасает команду. А сейчас 2700. Флэштаун. Он цепляется за Парксу. Паркса есть ульта. Он успевает ее нажать. Останется еще какое-то время в живых. Вандер прилетает сюда. Но здесь Менг. Паркс пытается подкидывание. Дать! Килл! Делает на карте! И остается в живых. Еще можно побегать. Дай подкидывание. Откидывай тем самым Жауху. Прилетает сюда. Прилетает сюда в ротик. Вадидо, ребят. Где безопасное место на карте? Вадидо, ротик. Как обычно. Там Кенч. MVP. Олаф. Знаки вопроса прокликивает. Был ли там вард? Команда говорит. Они до туда не дошли. И Янкос проверяет этот куст топором. И сам подходит сюда. Вадидо вместе с Херноном. Идут агрессивно. Флэш Игнает. Надо кидать сразу. Жестан! Пытается заблочить этот вард. Чтобы Узи не мог улететь. Узи не может улететь. Слишком много врагов здесь. Стоят на этом месте. Игнает кидается к Хернону. Хернон выживает за счет хила. На 9 их здоровье. И потом ловолапается. Узи не смог полететь на там Кенч такси. Потому что оно было занято. Это там повтор. Смотрите. Олаф решил не забирать весь свой красный лес. Как делают большинство Олафов. И флэшкушка от Вадидо. Сразу же с экзостом. Сказал Игнает. Оговорился. И после этого они просто поставили вард на этот фонарь. И сами встали на этот фонарь. Чтобы тот двигаться на фонаре никак не мог. Даже если приближай экран. Ничего не получится. И выжил у нас на 9 здоровье. Здоровье на одном. Одно. Одно здоровье. Я одиничку. Не 4 ребят. Не 4. А 1. Было там 13. Сначала было 9. Потом он похилялся. Потом стало 13. А потом 1. Дает ускорение. Варды расставляются. И Узи говорит. Да что же с этими фонарями то не так. Фонарики не помогают. Флэш это прописывает. Ферр. Прыгает туда Жаху. Пытается не добить Вандера. Вандер пытается спросить Пэркс. Вандер умирает. И в этот момент умирает Ноктерн. За Вандером идет погоня. Дает подкидывание. Он кидает свою Ешку. Чтобы зацепить. Первое подкидывание. Второе подкидывание. Третье подкидывание. Может убить Жаху. Жаху прыгает в сторону. Сажает на цепь его Пэркс. Но к сожалению. Лэтме мешает. Ему слишком толстый. Там говорят Геральтку еще же не вызвало. О точно. Еще и Геральтку не вызвало Малакже. Прыжочек. Попытка убить. Узи. Он горит. И нечем. Нечем спастись. Он просто сгорает. Его убивают. Пытается влететь. Ну что ж. Это так было. Немножко хейт. Ребята. В чатике. А у нас здесь война. Финальная инициация. Но там Гардиан Энджел первый. И минус. Король. Опять король умер. Бессивирки. У них нет урона. Можно дальше убивать. Пэркс цепляет. Быстрый килл. Пэркс зарабатывает еще и на Ноктерня. Все игроки команды РНЖ падают. Надо добить оставшегося Сиона. Сион отслышивается. Убегает за стенку. Да и черт с ним можно его оставить. Но нет. Так отца добивают. Надо ломать еще объекты. Минус вышку на боте. Пытается Ледми забрать крипов. Правильно делает. Утаскивает. Но маленький крипчик. Крипчик герой жив. Там не один. Тоже 4 крипа. 4 Тортаньяна. И 5 генералов. Ведут к победе. Свою команду. МЛЖ говорит. Так, ребят. Мы походу вылетели с чемпионата мира. Походу мы приплыли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok